Всем привет, друзья! С вами Алекс Шкудун и добро пожаловать в новое видео о лучших решениях в ремонте. В прошлый раз мы говорили о прихожей, о кухне, о гостевом санузле, а сейчас речь пойдет о гостиной. Я думаю, это будет очень-очень интересно. Давайте сразу и начнем. Ребята, спонсором данного видео является магазин красивых товаров для дома. Стиль вкуса, если вам нужны интересные подарки, посуда, декор, а также вещи, которые создадут романтичную атмосферу и уют у вас дома. Заходите на сайт и выбирайте. Изначально у нас эта квартира трехкомнатная. Здесь, вот прямо здесь шла стена, она должна была быть, отделяя отдельно кухню от гостиной. Но мы подумали и решили, что мы объединим эти две комнаты, и у нас получится вот такая вот красота. Кухня-гостиная. Зачем мы это сделали? Ну, во-первых, у нас двое детей. Когда вы делаете что-то на кухне, а на кухне вы проводите достаточно много времени, вы, естественно, должны бегать в другую комнату и смотреть за детьми, которые играются там. Но, если вы объедините вот эту вот большую зону, то есть дети будут у вас под присмотром, они будут находиться здесь, они будут играть. И вы будете нормально за ними, сможете наблюдать и что-то себе готовить. Включить телек, если хотите, можете с кухни наблюдать за телеком. Это тоже неоспоримый плюс. Я вам сразу скажу, что в этой локации, в этой зоне мы проводим большую часть нашего времени. Я здесь и монтирую, я здесь и работаю. Я здесь просто всегда нахожусь, делаю себе чайку, там, бутербродики, покушать, все дела. Олечка тоже здесь, понятно, для детей готовит. Дети, понятно, очень любят диван. О нем чуть попозже я вам расскажу. Любят дурачиться, любят хасать по этой площади. Тут у нас игрушки немножечко разбросаны обычно. Ну, сейчас их нет, мы прибрались к вашему приходу, так сказать. На практике это очень-очень удобно. И здесь, знаете, возникает еще один вопрос. А как насчет запахов, ребята? Вы же, когда готовите, жарите яичницу, жарите лук, чеснок. Тут, наверное, аромат стоит офигенский просто на всю квартиру. Да, это так, он стоит, этот аромат. Но, во-первых, есть вытяжка, во-вторых, окна, они открываются и можно проветрить. Несмотря на то, что аромат витает по всей квартире, и ты его ощущаешь, но не настолько он уж прям ощущается, что капец, нельзя тут находиться. Поэтому плюсы гораздо перевешивают вот этот один минус с запахами. Естественно, берите вытяжку мощную, которая не просто так будет еле-еле-еле вытягивать, а вытягивать хорошо. Вот у нас, смотрите, если ее включить на троечку, она жужжит. Она жужжит так, что просто караул. Ну и вытягивает она хорошо. Тут есть несколько режимов 2, 1 и 0. На первом режиме, в принципе, ее не так слышно. Да, она шумит, но комфортно. Конечно, это можно отнести к минусам, что вам, если вам захочется посидеть в тишине, а вы что-то вкусное готовите, то у вас будет включена вытяжка и тишина не будет. А иногда хочется посидеть в тишине. Я все-таки назову вот это вот решение лучшим решением в современном ремонте, потому что оно себя оправдывает на все 100. Объединить кухню с гостиной. Естественно, чтобы у вас все было супер-пупер, предварительно закажите технический дизайн. На этот счет тоже было видео, я приглашаю вас всех его посмотреть, как правильно выбрать дизайнера и не выбросить деньги на ветер. Чтобы вы знали, где у вас будут розетки, на какой высоте. Чтобы вы знали, где у вас будет техника, где у вас будет телевизор, как он будет расположен. Вот эти провода, чтобы правильно от них избавиться, чтобы он, смотрите, телевизор просто висит на стене. Да, нет никаких вот этих соплей проводов, которые тянутся к низу. То есть все продумано. Они спрятаны за телевизор. Точно так же, где включение телевизора, за телевизором. Я вам сейчас ближе покажу, раз уж мы заговорили на тему ТВ, и то у нас здесь мы немножко ложенулись с выходами под телевизор. Объясню почему. Смотрите, у нас розетки расположены на этой стороне. И пришлось немножко заморочиться с этим шнуром. Под углом мы его выгнали и такие впихнули, включили. Это хорошо. Но у нас все выходы расположены с этой стороны. То есть USB, HDMI и прочее, они с этой стороны. То есть приставку, мы думали, она будет у нас здесь выходить. Отсюда выйдет шнур. Здесь будет тумбочка еще сверху. И это все скроется. То есть эти розетки все скроются, как и эти. Но вышла фигня. У телевизора выходы с этой стороны. Если что-то подключать, они будут тянуться провода вниз. Этот висящий провод будет видно. А здесь этот провод, он уходит за стену и отсюда просто вылазит. Тумба скрывает и так получается очень даже круто. Выберите телевизор заранее. Все дизайнеру озвучьте. Мы не знали, какой мы телек купим, честно говоря. Но планировали выходы вот туда. К сожалению, телек оказались не с другой стороны. Но это опять же ничего страшного. Все равно мы провода спрятали, а тумба скроет все остальное. Плюс мы не так часто подключаем приставку к телевизору или к телевизору компьютера. Дизайнер вам поможет. Уточнить, что у вас здесь будет стоять. А нужны ли вам здесь розетки. Вы это с ним проговорите и все это изначально внесете в проект, чтобы у вас все получилось очень круто в ремонте. Как говорится, дьявол кроется в деталях. Детали очень важны. Далее. У нас на полу это пробковый ламинат. Было соответствующее видео на эту тему тоже. Все ссылочки на видео оставлю в описании. Скажу только то, что на практике очень классное покрытие. Берите просто класс износостойкости. Самый там максимальный. Здесь снизу пробка, далее вот эта плита и сверху пробка. Ходить босиком с прошлое удовольствие. Он очень, материал просто нежный, ласковый, просто как шелки. Если у вас есть дети, по такому материалу значительно лучше ходить, чем по плитке или по паркету или по ламинату. Еще один вариант, конечно, у нас был пробка, но пробка мы не нашли вот такой фактурный классный цвет. Они по цветам очень-очень ограничены. В плане кухня-гостиная про пол, посмотрите мое видео о кухне. Я там рассказывал, что в идеале, конечно, постелить здесь плитку, чтобы когда вода брызгается, она нормально, вы ее протерли и все, и никак не воздействовало брызги воды на пол. Но это было бы не совсем красивое решение. Так у тебя как бы цельно кухня-гостиная смотрится, да. А так был бы кусок здесь из плитки, что не есть хорошо. Да, многие советуют кварц-винил, но, честно говоря, кварц-винил лично мне напоминает линолеум, и я бы не хотел в своей квартире именно этот материал. Мы его рассматривали, но мы его не постелили. Потолок здесь, кто смотрел прошлые видео в курсе, это натяжной бесщелевой потолок. Почему бесщелевой? Вы понимаете, да, примыкание идет прямое, никаких тут нету этих полос, которые желтеют и вставляются между полотном и стеной. Ну нет ее, просто аккуратный потолочек. Он вплотную просто примыкает к стенке. Все, ничего больше. И это очень-очень здорово. Это гораздо удешевляет ремонт. Хотя, из-за того, что у нас магнитное освещение, я о нем тоже рассказывал, ссылочка сами знаете где. Потолок было очень сложно натянуть, потому что под эти магнитные треки нужно было делать закладные, что, понятно, удорожает стоимость ремонта. И, чтобы вы понимали, натяжной потолок, он в принципе раза в 4 дешевле, чем гипсокартон. Но за счет вот этого магнитного освещения он нам обошелся почти в такую же цену, как и гипсокартонный. Но все равно получилось дешевле, чему мы очень-очень рады. Теперь о этом магнитном освещении. Мы нисколько не пожалели, что взяли именно его. Почему? Объясняю. Вот эти вот светильники, как вы знаете, они достаются. То есть, это просто такая вот кассета. Вы можете ее забрать, доставить и сюда этих кассет доставить сколько вам угодно. Они в разном дизайне есть. Есть круглые, есть продолговатые, есть сплошные линии. Вы можете добавлять нужное количество света. Это, ну, невероятно круто, ребята. Обязательно делайте себе такую современную магнитную систему. Очень часто получается ситуация такая, вы приходите к кому-то в гости, а у них эти, знаете, галогеновые лампочки натыканы по всей квартире. Они слепят, они такой свет дают белый резкий. Блин, вам хочется зажмуриться. А здесь в вечернее время суток просто офигенный свет. Офигенный свет в том числе благодаря вот этому магнитному освещению. Естественно, мы сделали здесь еще и LED-ленту, мы очень любим LED. У нас реализован по всей квартире. Я вам вечером тоже засниму, как квартира выглядит в вечернее время. В данном случае у нас всего, смотрите, тут светильник, даже не видим, что он включен. А он включен. Один светильник, второй, три, четыре светильника на основной шине и на кухне такое освещение. Два светильничка всего. Вечером очень приятно здесь находиться. Такой приятный полумрак. Мы не любим яркого света. Он и не нужен для класса, особенно в вечернее время суток. А днем здесь и так светло. Вечером все выглядит так. Свет абсолютно классный. Абсолютно не давит на глаза. И очень такой умиротворенный. Забыл вам совсем рассказать. У нас здесь над столом расположены люстры. Тоже под натяжной потолок сделали закладные и их вывели. Это Польша. Zoom Align. Отличные люстры. Просто супер. Нам очень нравится. Настолько комфортный этот цвет. И ярче света не хочется. То есть у нас включен, видите, LED сверху. Включены эти люстры. И магнитка. Все. Больше у нас ничего не включено. Я люблю по вечерам налить себе бокальчик вина и включить камин. И просто кайфуем. Сидя на диване можно кайфовать. Можно сделать совсем уютно. Выключить основное освещение. Выключить люстры. Ставить только LED кухонный. И получить вот такой вот кайф. Предусматривайте проходные выключатели. Из прихожей сюда пришли. Включили свет. Даже подсветочку можно включить вам. И когда вы идете к себе в спальню, допустим. Здесь это все дело можно выключить. Сначала подсветочку. Люстры. Основное освещение. Вам не нужно возвращаться туда, чтобы это все сделать. Еще одно очень классное решение в современном ремонте. И удешевление этого самого ремонта. Вот сделать такую стену. С такими дизайнерскими полосами. Знаете, из чего это все сделано? Из гипсокартона. Это гипсокартонные листы. Все. Просто оставили просвет. Закрасили. И получили дешево и сердито. Не надо вам никаких тут стеновых панелей, которые еще обойдутся. Очень-очень дорого. Просто гипсокартон. Что мне нравится еще из практики? Вот эта вот зона. Кухня-гостиная плюс санузел. Она невероятно классная. Если вдруг к вам пришли друзья. Вы там немножко выпили, отметили. Проговорили до ночи, как это часто бывает. Сидя за столом. Играя в какие-то игры. А потом друзья посмотрели на часы. Ёлки-палки, уже там час-два ночи. Ехать сейчас вызывать такси к нам домой. Ну, во-первых, и стоимость большая. И, ну, неохота даже куда-то рыпаться. Все хорошо. Там включен телек. Играет музычка. Лаунж приятный. Или выведен камин. И так душевно это все. Так атмосферно, что ты им говоришь. Слушайте, а оставайтесь у нас. И они такие, а почему бы и нет. И вот, ребята, что мы видим. У нас есть раскладной диванчик. Сейчас о нем расскажем подробнее. У нас есть свой санузел. У нас дверь закрывается, отсекая эту комнату от всех остальных комнат. Как бы полноценная гостевая зона. И это очень классно. Они тут на диванчике. Себе ваши гости устроятся. Диванчик у нас открывается очень просто. Захотел одной рукой его открыть. Надо все-таки двумя. Все. И у вас получается офигительное спальное место. Тут можно вчетвером даже увлечься и отдохнуть. Вы выделяете спальное белье гостям. И все у вас замечательно. Далее гости проснулись. Убрали эту всю штуку. Тоже легким движением руки. Сложили, задвинули за столик. Сделали завтрак. Все шикарно и пошли гулять. Вот это я называю продуманная до мелочей кухня-гостиная. Вот эта вот зона, ребята, как вы видите, она пустует покуда. Она гуляет. И мы не знаем, честно говоря, что тут еще предусмотреть. Планировался изначально шкаф. Такой, который скроет. Это все и будет еще дополнительное место для хранения. Но жена хотела тут большое зеркало, чтобы заниматься перед ним, допустим, в этой зоне находясь. Но если ты будешь сидеть здесь смотреть телевизор, к примеру, и будешь отражаться в зеркале, ну, чувство не особо приятное. Мы когда переделывали наш гардероб, об этом в следующих видео, мы вытащили сюда зеркало, просто поставили, как оно будет смотреться. Оно реально отражает. И ты сидишь, ты боковым зрением, видишь, что там зеркало, и видишь себя, и не очень хорошо себя, ну, неловко как-то чувствуешь. Когда тут стена как будто в уютном гнездышке таком, находишься, и все хорошо. Но, по-любому, нам нужно скрывать вот эту вот полочку, там, где размещен роутер, чем-нибудь. Ну, чтобы было красивенько. Пусть это будет минимализм, пусть это будет что-нибудь а-ля типа шкафчик, может, небольшой. Но полочку там со временем скроем. Может, вы подскажете какое-то решение. Сложно с этим, сложно. Сначала мы тоже думали, поставив здесь вазоны с цветами. Это будет очень классно. Они будут давать кислород, будет красивенько. То есть, ты заходишь в кухню-гостиную, смотришь, там стоят вазоны с цветами, зелень под наши вон стульчики. Как говорят, нам наши друзья предлагали фитостену, знаете, из зелени сделать фитостену, чтобы там была она полностью из травы. Но это тоже было немножко странно. Если вазоны я еще могу принять и понять, или там один большой вазон, да, там с цветами, с большим таким растением, которым аля пальма. То фитостена, мне кажется, будет уже перебор. Но, в общем, мы еще в раздумьях, что с этой стеной сделать. Розетку, конечно же, мы там предусмотрели, на всякий случай. Да, ребята, по поводу краски. Видите, тут немножко треугольничек, это выкраска. Мы не стали покуда закрашивать, потому что планировали, что все равно эта стена будет чем-то закрыта, зашита. Так, смотрите, цвет другой, тут цвет синий. Вот, даже видно, он синий. Ходит в синеву. Это была наша достаточно сильная боль. Потому что, когда мы купили краску, тут все покрасили. Я потом приезжаю, а квартира вся синяя. Краска тупо ушла в синий цвет, вот эта стена была вообще синюшная. Вот та была синяя. Сейчас она выглядит, ну, так, нормально такая серенькая, серо-бежевая. Вот эта колонна была синяя, все было. И в квартире было находиться невозможно. И поэтому мы перекрашивали это все дело. Поэтому, ребят, очень-очень важно, что бы вам не говорил дизайнер, какую краску она не выбирала, обязательно делайте выкраски. Приезжайте на квартиру, даже делайте всю стену. Краска, и смотрите, подходит ли она вам, потому что бывают сюрпризы. Мы сделали тоже выкраски, вроде как выкраски нам понравились. Они классно легли на стену, вот этот маленький квадратик, а на всю площадь оно выглядит ужасно. Поэтому имейте в виду этот нюанс. Он очень-очень важен, чтобы получить те условия, о которых вы мечтаете, в которых вам комфортно находиться. Смотрите, вот эти вот штуки, это выходы под кондиционеры. Мы на всякий случай бросили трассы, предусмотрели кондиционеры, хотя мы не планируем их ставить для детей. Это может быть очень опасно в плане болезней и прочее. Переохладился и все, и ку-ку привет, доктор. Мы никогда их особо не любили, кондиционеры. Проще открыть окошко и подошли свежим воздухом. Нам повезло с квартирой, ребят, потому что летом здесь не жарко. В отличие от многих-многих других квартир, которые там друзья, знакомые пользуются кондишенами, они их включают, потому что стоит духота жара. Нам как-то так, не знаю, повезло с размещением, что эта квартира, она хорошо держит холод, и летом тут особо не жарко, что очень-очень здорово. Зимой вполне тоже комфортно находиться. Но опять же, если мы там что-то в будущем захотим эту квартиру продать, или там сдать в аренду, то будут такие, кто захочет вставить кондиционеры. И чтобы была у них такая возможность, все-таки мы выводы предусмотрели. Плинтуса. Делайте плинтуса под свет дверей. 7-8 сантиметров высота плинтуса. Больше он не надо, меньше тоже не надо, он будет смотреться как подстрелянный. А вот 7-8 сантиметров у нас вроде 8. Смотрится просто изумительно и подходит тоже под наличники дверей. Двери очень-очень добротные, крашеные. Какие-то стильные полосочки. Потому что у нас вся квартира, в принципе, такой дизайн, полосы. Магнитные замки, то есть ты можешь так раз, и она уже закрылась. Магнитные стопоры. Видите, такая кругленькая штучка, которая как только дверь подходит к нему, выстреливает и не дает двери двигаться дальше. Тут нет такого штырька, как делают многие, или прорезиненного такого ограничителя. А просто он втапливается вниз, магнитный именно стопор. Это новое современное решение. Берите его на вооружение, и оно позволяет вашему роботу-пылесосу спокойно проходиться по вот этому участку. Не застревать, не биться об этот штырь. Ну и он выполняет свою функцию очень-очень хорошо. Смотрите, дверца подходит. Все, дверца остановилась. Прекрасно, по-моему, да. И опять же дверь толкнул, она закрылась. Все, прекрасно. И, конечно, мы не могли не предусмотреть рабочий уголок, где будут стоять ваши компьютеры, заряжаться ваши гаджеты, и будет, естественно, столешка. Мы не хотели себе загромождать этот уголок столом полноценным. Мы просто сделали столешку, которая, смотрите, вот так вот она прикреплена. Вот. И выдерживает достаточно хороший вес. Опять же, не забываем про розетки. С дизайнером проговорите под ваши личные нужды, что где будет включено. И помните, что розеток много не бывает. Казалось бы, зачем здесь тут три розетки? А нет, ребят, смотрите, одна заряжает часы, вторая заряжает, допустим, телефон, и третья заряжает мои аккумуляторы для камеры. Также, насчет того, что нужны ли здесь полки, знаете, как у стола здесь полки идут. Я думаю, нужны все-таки, потому что, как вы видите, все лежит сверху, да, на столе. Это не совсем может быть красиво. То есть, если бы здесь была тумба с полками, может, мы так и сделаем. Вот этот компьютер, он ложится на полочку верхнюю, да, а в шухлядку вот кладется все остальное. И таким образом сверху у вас будет просто чистая поверхность. Ну, до этого мы еще не дошли. Я думаю, мы дойдем, закажем под заказ там какие-то тумбочки с выдвижными ящичками. И будет все тип-топ. Тут я хотел еще сверху, знаете, такие шкафчики-ящички пустить. Вон, сверху мы вывели LED. Можно будет тоже сделать красивую подсветочку. Вот, она включается здесь. И будет красиво. Но, знаете, мы вот пожили-пожили и думаем, блин, а зачем еще там пылесборник эти полки, да, их надо будет постоянно протирать. Пусть они будут, конечно, и закрытые, но все равно это нагромождение наверху. Зачем? Может, мне нужен там LED. Ну, конечно, в вечернее время суток прикольно, что с такой подсветочкой будет. Но поставить тут лампу, допустим, да, то есть включить ее в розетку, там поставить лампу, к примеру. И не нужен этот LED. Хотя, знаете, LED, он все равно придает такой уют. И без него смотрится все равно по-другому. Так что, уж сделали, пусть будет. Насколько он будет практичный, ну, покажет время, когда мы созреем сделать здесь ящички навесные, если мы созреем. Так, в принципе, мне они не нужны, даже на этот провод не обращаешь внимания. Ты сидишь, работая, сделал свои дела, все, пошел, ушел. Вот у меня еще использую вот такую вот корзинку для всевозможных девайсов, гаджетов. И все, и вам больше ничего не надо. Да, кстати, коль уж мы здесь. Смотрите, мы на нашей студии на Алиэкспресс такие колпачки заказали, чтобы они не царапали наш пол. Хорошее решение, только они иногда слетают. Вот это единственный недостаток, но это одно из лучших решений, чтобы вам они не царапали пол. Потому что мы как-то прибивали гвоздиками специальные подкладочки, но все равно они вытираются и срываются и царапают в итоге. А такие колпачки нормально одел в зуо и забыл, я кто кажучи. Здесь у нас дизайнерский радиатор. Он у нас почти до потолка, он вписывается в общий концепт нашей кухни-гостиной и очень хорошо греет зимой. Нам все твердили, одного радиатора такого мало, но, во-первых, он двойной. Смотрите, тут не одна батарея, а две батареи. И, во-вторых, он реально очень-очень мощный. Этого всего, в принципе, достаточно, чтобы обогреть кухню-гостиную. Но, по нормам, этого радиатора здесь недостаточно и нужно было бы еще что-то предусматривать. Нам предлагали вот здесь сделать конвекторы. Раз, два. Но, почему мы от этого отказались? Во-первых, и так он шпарит радиатор, дай бог. Во-вторых, если ты работаешь, тебе в спину гасит не только радиатор, а еще и эти конвекторы. А с них тепла, это караул. И, в итоге, здесь будет нагреваться вот эта часть больше, и здесь работать будет не так комфортно, как могло было быть. И третья причина, это дети. Дети ползают. Дети могут в эти конвекторы засунуть палец, условно. Палец может там застрять. Может получить увечье ребенок из-за того, что полезет к этому конвектору. Что-то туда кинет, не дай бог, а если там что-то замкнет, условно. Ну, сейчас конвекторы безопасные, но все же от детей лучшая защита, когда их вообще не будет. Еще один, даже четвертый сейчас плюк нашел. У вас цельное пространство. У вас добавилась полезная площадь. Если бы были конвекторы, они бы занимали определенные расстояния. И на них бы уже нельзя было походить. А учитывая, что у нас окна в пол, и открывается офигеннейший вид, то радиаторы только мешали бы подойти вам непосредственно к окну, постоять, может быть, с бокалом вина, насладиться просторами, помечтать, подумать. А не, да, вы переводите вниз, и вы на железках этих стоите. Ну, несерьезно. Спасло бы положение, знаете, сделать радиатор под этим окном на кухне, но тогда мы бы не получили вот эту вот красивую зону, или получили ее усеченную. Нужно было бы там ставить под окном радиатор, обрезать вот эту вот штуку, чтобы там был доступ к радиатору, или делать прорези для него, и то надо было как-то добраться, да, чтобы его обслуживать. Поэтому мы там радиатор вообще не ставили под окно. Мы сделали полностью офигительную кухню, и слава богу, что мы ее сделали такую, мы очень довольны своим решением. А радиатор планировали либо вешать на эту стену, либо просто довольствоваться одним, что мы и сделали. В принципе, прошла зима, мы уже тут перезимовали, и если включаешь котел, ну, нормально так, на обогреве, то в квартире тепло, и того радиатора вполне достаточно, чтобы обогреть это вот все. Конечно, платежки приходят офигенные, я об этом рассказывал. Посмотрите видео, кто не смотрел за счет того, что у нас электрический котел, автономное отопление, а мы платим покуда по коммерческому тарифу. Когда будет тариф нормальный, уверен, все будет хорошо, коммуналка снизится, и все будут только счастливы. Ребята, если вам будет там рабочий говорить, что нифига, там будет конденсат, если вы не сделаете радиатор, с окон будет течь вода, там влага будет собираться, что-то еще будет собираться, не верьте, вот просто, вот мы уже сколько живем, нет у нас радиатора под окном на кухне, все замечательно, все просто великолепно. Еще один нюанс, это, конечно же, рейки. Мы сделали закладные под эти рейки, поскольку по проекту, по дизайну у нас здесь должны идти вниз рейки, они будут являться продолжением этого радиатора, и будут закрывать часть посюда. Но, по живу некоторое время, мы поняли, блин, а зачем тут рейки вообще? Хороший переход, диван, дальше столб, кухня, все нормально, то есть рейки можно и не ставить. Так, по-моему, красиво, хорошо, и можно, сидя вон на рабочем месте, смотреть телевизор. Когда будут рейки, будет не совсем удобно смотреть в эту сторону, поэтому мы покуда их не делаем. Думали по одному, получилось все на деле по-другому. Вообще, по поводу дизайнерских приблудов, можно многое чего рассказывать. Некоторым рисуют дизайнер, там, кресло по 20 тысяч евро, если кровати, ну, непонятно, никто их такие дорогие не покупает. Поэтому ощутите дизайнера, который вам поможет, опираясь на ваш бюджет, обставить квартиру красиво, современно и со вкусом. Редактор субтитров А.Семкин